В островном регионе к пунктам отбора военнослужащих не зарастает народная тропа. С каждым днём всё больше сахалинцев принимают решения пополнить ряды российской армии. Мужчины и женщины стремятся к переменам в жизни, находя в этом положительные моменты. Во-первых, это социальная гарантия. Во-вторых, это денежное довольствие. Отпуск на 5 суток больше, чем на материке на Курилах, плюс 10 суток к отпуску даётся. Плюс продовольственный паёк военнослужащим положен, он рассчитывается на 30 суток. Для детей это, во-первых, первоочередная постановка в садик, в школы. Даже молодые люди, которые сейчас проходят срочную службу, ещё не отслужив положенный год, подписывают документы, становясь профессиональными защитниками страны. А те, у кого профильное образование, понимают, насколько их навыки будут важны на военной службе. Этот парень закончил медицинский колледж в Александровске-Сахалинском, по специальности медбрат. Солдат срочной службы чётко понимает, как много он может дать своей стране, находясь в рядах вооружённых сил. У меня медицинское образование, вижу себя в военно-медицинском подразделении. Поэтому во время РМП решил, что буду подписывать контракт. То, чего ожидал, то и встретил. И командование хорошее, и питание отличное, это тоже главное. Мне нравится в принципе в армии. Однако наличие высшего или среднего специального образования не является главным критерием отбора. Требования кандидатам достаточно лояльные. К военной службе по контракту приглашают всех желающих граждан, достигших совершеннолетия. А сроки подписания контракта варьируются от одного года до пяти лет. Также новоспечённым военнослужащим гарантированы социальные выплаты и льготы. Социальные льготы и гарантии военнослужащим. Возможность приобрести жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему. Служебное жильё или компенсация за наём. Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях. Расширенное страхование жизни и здоровья от Минобороны. Дополнительные дни к отпуску. Военная пенсия после 20 лет службы. Дополнительные региональные меры поддержки. Помимо этого военнослужащим предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Также рядом преимуществ обладают и члены семей солдат. Путёвки в лагеря отдыха для детей. Квоты для обучения детей в вузах. Дополнительные региональные меры поддержки. Опытные военнослужащие отмечают, что те, кто заключает контракт, имеют повышенную мотивацию. Граждане осознанно подходят к такому решению. У контрактников на сегодняшний день достойная заработная плата. Под наём, с жильём нет проблем. Сейчас оплачивают. Ну и вообще, когда в стране случается какая-то беда или родина зовёт. Многие люди самостоятельно идут. И добровольцы у нас очень много, и на контракт люди идут. Денежная компенсация за поднаём в 2023 году офицерам, прапорщикам, мичманам, солдатам, сержантам, матросам, старшинам рассчитывается в зависимости от количества проживающих. Если семья состоит из трёх человек, то сумма компенсации составит около 40 тысяч рублей. Если в семье пять членов, то возмещение составит около 55 тысяч рублей. Учения и тренировки личного состава проводятся постоянно. И не только на полигонах, но и на территории войсковых частей. Группы военнослужащих отрабатывают эвакуацию раненого с поля боя и получают навыки оказания первой помощи. Также с ними проводят ежедневные тренировки на разном оборудовании и отрабатывают тактики ведения боя. Тщательно изучают снаряжение и принципы обращения с ним. Солдаты узнают особенности работы с оружием. Как перезарядить, целиться и стрелять. Уделяют внимание и современным устройствам. Военнослужащие активно обучаются владением беспилотными летательными аппаратами. Осваивают разные виды дронов, как разведывательных, так и боевых. Опытные же контрактники отмечают значимость своего решения даже спустя несколько лет. Многие рядовые сержанты хотели бы, чтобы их дети продолжили военную династию. Честно сказать, ещё ни разу не пожалел. Были и моменты, наоборот, даже гордился этим, что подписал. И по сей день горжусь, не сожалею о подписанном контракте. На самом деле, подписание контракта, это даёт большой стимул, толчок к жизни, можно сказать. Первое – это стабильность, карьерный рост, много всяких льгот. Я, во-первых, закончил военное училище в 2011 году. Ну и звание офицера – это, так сказать, гордость, ношение погон на своих плечах. Ну и отдавать себя сполна своей родине, своему государству. Также контракт о прохождении военной службы сроком на один год может заключить иностранный гражданин. Женщины могут вступить в ряды российской армии на общих условиях. Все интересующие вопросы о службе по контракту можно задать по телефону горячей линии, номер которой вы видите на ваших экранах. Елена Лим, Алексей Вершинский, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.